Многие люди почему-то боятся использовать эпоксидную затирку. Зачем это вам надо? Она дорогая, туда-сюда. Любые аргументы, которые мастер говорит против эпоксидной затирки, означают, либо он не умеет с ней работать, либо он работал с ней давным-давно, у него ничего не получилось. Замешиваем состав в соответствии с инструкцией, желательно небольшими объемами. Сразу наносим довольно плотно и снимаем лишнее. Основной страх это вот оставить жирный след от эпоксидной смолы. Мачиваю водичку с милой губкой из фиброволокна. Собираем излишки. Многое лишнее осталось на губке. Переворачиваем и чистой стороной еще раз собираем. Здесь почти уже ничего не осталось. Моем также в мыльной воде. Обычная вода и жидкое мыло. Остатки собираем целлюлозной губкой. Хорошо ее отжимаем. Ее предназначение собирать лишнюю влагу. Далее хорошо отжатой тряпочкой из микрофибры. Все собираем, протираем начисто. Влага высохла и мы получаем чистую плитку и заполненный шок. Больше ничего с этой плиткой делать не нужно. Самое интересное, что все эти шаги описаны в инструкции, которую прикладывают к каждой упаковке. Но почему-то ее не хотят читать.